Существует теория, что для того, чтобы стать сильным тренером, не нужно быть великим футболистом, что одно мешает другому. Сергей Семак доказал, что это не так. Пять раз он становился чемпионом России непосредственно на футбольном поле и выходил на поле качать своего тренера после золотого финального свистка. И пять раз он летел в воздух сам, уже став главным тренером футбольного клуба «Зенит». Как у него это получилось, узнаем лично. Сегодня Сергей Семак – это не только главный тренер футбольного клуба «Зенит», однозначного чемпиона России, если брать последние года, последние пять лет. Но это еще и человек, ко мнению которого можно прислушиваться в вопросах воспитания, ведь у него у самого восемь детей. А когда-то в своем юношестве он настоял перед всей своей семьей, что непременно хочет отправиться в спортинтернат, заниматься футболом и идти за своей мечтой. Изначально я уехал из родного дома в спортинтернат, как раньше назывались, нынешние училища Олимпийского резерва. Родители тоже были не в восторге, но скорее мама, потому что папа, как болельщик футбольный, конечно, поддерживал, молча, но поддерживал инициативу детей. Не только я, и старший мой брат уехал, потом я уехал, и потом младший брат уехал. Из три человека, которые учились в Луганском училище Олимпийского резерва, все хотели связать свою жизнь с футболом. И, в принципе, у всех в той или иной степени это получилось. Мама действительно считала, что, во-первых, шансов мало добиться высоких результатов, учитывая конкуренцию в этом виде спорта. Ей хотелось бы, конечно же, чтобы дети имели такую нормированную рабочую неделю, жили все время в тепле, приходили на работу в 8-9, заканчивалась работа в 4. То есть для мамы, наверное, это было то направление, то пожелание, которое бы она хотела видеть для своих детей. Жизнь сложилась по-другому, но никаких споров, никаких по этому поводу дискуссий эмоциональных не было абсолютно. Потому что такой характер был упертый достаточно на тот момент. Если решение было, то родители всегда шли навстречу. Естественно, они понимали, насколько это сложно, но никогда меня ни в чем не отговаривали. Здесь, скорее, моя личная инициатива, когда я приехал в Москву, в 16 лет, конечно, огромный город, никого, друзей, знакомых, вообще никого, остаешься один. Первые месяцы были действительно сложные. Но здесь помог чемпионат Европы, это 1992 года. Посмотрел и понял, ради чего я сюда приехал, естественно. И решил все-таки сделать все, чтобы закрепиться, остаться. И впоследствии достаточно быстро привык, и уже у меня не было такого дискомфорта, как в первые месяцы. Футбол – это детская мечта, которой я шел, начиная, там, 6-7 лет, когда только начал что-то понимать. Начали с братьями играть где-то во дворе, на стадионе. Конечно, мне хотелось всегда играть на высшем уровне, стать профессионалом. И у меня такой был шанс, и в 16 лет я понял, ну, уеду я домой, а дальше что? Я же хотел стать футболистом. Я смотрю, как у кого-то получается приезжать на финал чемпионата Европы, добиваться победы. Эта атмосфера, какая-нибудь непередаваемая, она напомнила мне про мою ту детскую мечту, к которой я шел на протяжении 10 лет тому времени. Спасибо. Ну, с Турцией, пожалуйста. Да, да, кто-то пригласил. О футболистах есть много шуток, но не все понимают, что для того, чтобы стать лучшим, нужно много тренироваться, правильно восстанавливаться, снова много тренироваться и снова правильно восстанавливаться. И случай Сергея Симака, который умудрился, не отрываясь практически от футбола, закончить общеобразовательную школу с золотой медалью, он уникален. Ну, во-первых, я пообещал маме, когда она сказала, ладно, езжай учись, только чтобы учебу не бросал. Я пообещал, что да, я постараюсь делать максимум того, на что я могу. А в тех отметках, которые были, ну, моей заслуги большой нет. Скорее, природная способность быстро усваивать тот материал, который требовалось запомнить и усвоить. То есть память у меня хорошая, но короткая. Мне достаточно было что-то послушать, чтобы быстро схватить, понять. И мне не было сложно учиться. Поэтому для меня человек, к примеру, у которого есть талант только на тройку учиться, и при этом он сидит дома, занимается, дополнительно занимается и знает этот предмет, который ему дается очень сложно на четыре, для меня заслуги в этом гораздо больше, чем та же моя пятерка. На любом жизненном пути у каждого человека должен быть кто-то, кто не даст тебе ошибиться, сойти с дистанцией. Естественно, такой человек был и у Сергея Симака. Конечно, это первый тренер, это Валерий Васильевич, который был и первым тренером, и практически как вторым отцом для всех нас, для всех ребят, с которыми он ездил по Луганской области, по всем детским соревнованиям. И сразу можно было бы понять, что он относится к своему делу не как к своей работе, а как к призванию, потому что педагогика и работа с детьми – это призвание. Без этого нужно обладать каким-то невероятным терпением, прежде всего, чтобы заниматься детьми. А если у тебя нет любви к детям, это практически невозможно. Огромная благодарность, конечно, и родителям, и отцу, который привел любовь к спорту, и к футболу. И вообще, на протяжении всей жизни всегда поддерживал своим примером, прежде всего, показывали мне то, к чему мне нужно стремиться, к тем качествам, прежде всего, человеческим. Все время опорных сместилось, полузащитник сместился в эту зону. Все время двигаем, двигаем, двигаем. Позиции заняли, встречаем. Занятых встречаем. Всегда нужно готовым быть к ситуациям, когда кто-то не с первого раза разглядит в тебе большие возможности. И нужно уметь с этим смириться, и тяжело работать. Когда Сергея Симака показали Константину Ивановичу Бескову, который возглавлял московский клуб «Пасмарал», тот в первые минуты не высказал большого восторга. Ну, вряд ли не признал, потому что были изначально, возможно, первые впечатления были. В дальнейшем он был против того, чтобы я уезжал в свое время в Карелию за, так называемой, игровой практикой, как сейчас принято говорить. Поэтому он был против, и когда я вернулся, он удивился, почему я уехал. И он всегда относился ко мне очень хорошо. Возможно, первое впечатление, которое было, непроизводное впечатление какого-то большого, но впоследствии он очень хорошо ко мне относился. Ему, конечно, признателен. Человек был немногословный, но всегда по существу, по делу. И всегда акцентировал внимание на простых вещах, но на наиболее важных, как впоследствии оказывается. Абсолютно никогда не было этого скепсиса. Возможно, я сам от него никогда не слышал, от других людей, что он так вот в похожем тоне, не знаю, что конкретно, таким образом выразился, что там пришлось дальше как-то его уговаривать для того, чтобы меня оставили в команде. То есть со стороны руководства на тот момент Асмарала, со стороны тренера-селекционера, который меня привез в команду. Но, опять же, все это я уже знаю из их уст, а при моей непосредственной работе с взаимоотношением с Беском, конечно, я такого уже не чувствовал. Уже в 19 лет Сергей Семак стал капитаном команды. И это стало самым большим доказательством не только его футбольного таланта, но и характера, который в дальнейшем позволил ему замахнуться и на тренерские высоты. Возможно, кому-то предлагали еще, кто-то отказался, момент был очень непростой. С другой стороны, команда у нас на тот момент была достаточно молодая и достаточно часто доверяет повязку тому, у кого есть спортивный характер, определенная неуступчивость, которая позволяет в любых ситуациях как-то подстегивать и себя, и команду. Иногда своим примером, иногда словами это уже кому что дано. Принцип «не сотвори себе кумира» он, безусловно, имеет место в жизни, однако не для молодых футболистов, которым просто необходимо на кого-то ориентироваться, чтобы продолжать играть в футбол в любое время дня и ночи. Я в детстве был, естественно, фанатом футбола, и мне нравились яркие игроки из таких ярких индивидуальностей. На тот момент главной звездой был Марадона, и, конечно, все хотели быть похожими на него в профессиональном плане, конечно. Что в человеческом не было возможности узнать, потому что не было такого рода информативности, не было освещения какой-то личной жизни и посмотреть на него с другой стороны с точки зрения человеческих качеств. На протяжении карьеры футболисты сталкиваются с многочисленными тренерскими методиками и способами воздействия. Они очень разнообразны. Это успел понять и Сергей Семак, который в первый раз стал чемпионом России и составится ИСКА у Валерия Газаева. Всегда максимальное уважение, потому что люди, прошедшие большую школу футбольную, если что-то делаешь, то тебе непонятно. Я сейчас понимаю, что это абсолютно нормально, потому что главный тренер видит весь процесс с одной стороны, футболисты с другой стороны. Тем более, если мы говорим о предыдущем поколении тренеров, то они как раз учились с одной стороны на своем опыте, и с другой стороны на примере тех тренеров, у которых они тренировались. Сейчас возможностей гораздо больше. Есть возможность поиграть, посмотреть изнутри на другие чемпионаты. Многие тренеры, которые приезжали, работали в Россию, добившиеся абсолютно, ну, наверное, всего, что можно только добиться в футболе. И ты уже по крупичкам собираешь и выбираешь то, что, на твой взгляд, подходит больше именно в этот день и для этой команды. Уже состоявшись как футболист в России, Сергей Семак переехал во французский Пари Сен-Жермен. И там ему пришлось привыкать к более самостоятельной жизни во всех смыслах. Как знать, может быть, это оказало первое влияние на будущую тренерскую карьеру Сергея Богдановича? Во-первых, это возможность пожить в другой стране. На тот момент, после 10 лет игры за ЦСКА, конечно, переходить в какой-то российский клуб было достаточно сложно, неправильно, на мой взгляд. В этот момент было хорошее предложение от Пари Сен-Жермен, клуба, которым я впоследствии воспользовался. Для меня это было все в новинку. Подход к тренировочному процессу. То свободное время, которое отдается на откуп футболистам, они готовятся так, как сами считают нужными. Это минимальное количество сборов и заездов, которые были обычным делом у нас в стране. Плюс, естественно, жизнь. Если по началу первой месяцы смотришь с большими открытыми глазами, что все тебе кажется таким прекрасным, через несколько месяцев ты уже понимаешь, что есть и свои плюсы, и свои минусы. А через год ты уже стоишь в русском магазине и пьешь кофе, и со своими товарищами вспоминаешь, или кто-то в то время, которое ты провел в России, тебя уже действительно тянет в свою родную страну. Наверное, стоит прожить гораздо больше, чем год, два, три, чтобы все-таки та тяга на родину, она как-то утихла немножко. Ну, как показывает практика, многие же писатели, известные люди, которые уезжали, кто-то смог привыкнуть к жизни в другой стране, а кто-то нет, кто-то всю жизнь мечтал вернуться, несмотря ни на что. Ну, на тот момент, действительно, мне уже было 30 лет, и у меня тоже такая была точка, где нужно принимать решение, или переходить в другой клуб, потому что Парис Сен-Жермания на тот момент не получал достаточной игровой практики, не чувствовал себя нужным и востребованным в той степени, в которой хотелось бы помогать клубу. Нужно было принять решение или оставаться играть, но в другой команде, или вернуться домой. Как я уже говорил, что ностальгия на тот момент была на высоком уровне, и ситуация в России на тот момент изменилась, это другой уровень оплаты, естественно, и возвращался к Леониду Викторовичу Слуцкому, который был таким тренером новой формации. Поэтому решил попробовать, тем более и Дима Кириченко, который мой очень близкий друг, на тот момент защищал цвета футбольного клуба «Москва». Хотелось присоединиться к нему тоже, мы дружили, дружим с семьями, конечно, это был один из главных факторов. А уже после футбольного клуба «Москвы» я уже попал к Курбану Бекеевичу. Но я не могу сказать, что вот он такой тренер, который всех загоняет под какие-то свои требования абсолютно. Личные беседы – это абсолютно открытый, прекраснейший человек. Конечно, манера его общения с прессой, его закрытость, она обосновала то отношение к нему со стороны журналистов прежде всего. А так прекрасный человек, который прекрасно умеет и шутить, и открытый, и всегда идет на помощь в любых вопросах житейских, будь то или спортивных. И, конечно, на тот момент собралась у нас хорошая команда, такой сплав игроков, на которых можно было опереться. Талант, безусловно, Курбан Бекеевича, который позволил построить хорошую команду. Если первый год чемпионства все воспринимали это как случайность, то второе чемпионство, конечно, было и ярким, и заслуженным. Сергей Семак закончил карьеру в «Зените» и получил приглашение от главного тренера, Лучано Спалетти, стать его ассистентом. И далее он помогал таким людям, как Андре Вилашбош, Мирча Луческо, Фабио Капелло в национальной сборной России. Когда-то Лучано Спалетти сказал, что Семак будет тренером, обязательно будет тренером, и будет тренером лучше, чем он сам. Многие посчитали это шуткой, но оказалось иначе. Долгая работа вторым тренером рано или поздно должна была закончиться. В какой-то момент Сергей Семак должен был почувствовать, что он, накопив огромный опыт общения с такими людьми, как Спалетти, Луческо, Вилашбош, Капелло, что он должен стать главным тренером. Далось ли ему это легко? После окончания моей спортивной карьеры, игровой, Лучано пригласил меня в свой тренерский штаб, помощником. Сначала, конечно, понять, кто я и что мне делать, понять абсолютно было сложно. То есть абсолютно другой мир, и у меня не было идеи стать главным тренером или мотивации. Вот это мой временный этап, когда я смогу наконец-то быть главным тренером. Абсолютно нет, мне изначально было непривычно, потом нравилось помогать. Если ты помощник главного тренера, конечно, ты должен все свои силы именно и направлять в сторону помощи. В дальнейшем так сложилось уже обстоятельство, что пришлось какое-то время побыть исполняющим обязанностями, немножко ближе прочувствовать, что это, какая степень ответственности, помогать уже и Вилаш Бошу, и Леониду Викторовичу в сборной, и потом Фабио Капелло в сборной. Поэтому у меня идеи и мысли стать главным тренером никогда не было. Даже наоборот, когда поступило уже предложение от футбольного клуба Уфы возглавить, то я пошел на тот момент к моему, скажем так, очень важному человеку, к духовному отцу. Я говорю, все, это не мое абсолютно, я не могу, потому что нужно вот там быть строгим, кричать, еще ругаться. Это по моему нутру, это не совсем то, что мне подходит. Он, нет, 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 надо попробовать, вот увидишь. Так сказать, по благословению принял то, что должен был принять. Но для себя я на тот момент понял, ну, надо попробовать, как можно понять, твое ли это не твое, если ты не попробуешь. Но уже когда, то есть я такой человек, который очень долго сомневается, но если уже шаг сделан, наступать некуда, то все уже, все забывается, ты полностью ныряешь в ту работу, которая отнимает все твои силы. И вот полтора года в Уфе, которые дали мне в полноценной мере почувствовать, что это такое, быть главным тренером. Ну, приехали мы на сборы, первые сборы с Уфой. Мы, наверное, дней 10 вообще из комнаты, из номера не выходили, потому что у нас не было там ни тренера по сплотовке, не было там аналитиков и все, там 3-4 человека, которые должны были организовывать, проводить всю работу, которая есть. Конечно, нужно было втянуться в этот режим для того, чтобы быстрее все это делать, прежде всего для того, чтобы систематизировать те знания, которые уже были до этого. Футболистов много, и каждый год заканчивает большое количество игроков свою спортивную карьеру, но и конкуренции тренеров, которые бы, пройдя спортивную карьеру, становились бы тренерами, которые работают на протяжении многих лет, их мало. То есть, к примеру, ну сколько там, наверное, в премьер-лиге 300-400 игроков, к примеру, да, там, 400 игроков. Из них каждый год заканчивают, там, не знаю, там, 20-30. А из этих 20-30 все расходятся, кто в академию, в единицы, в бизнес, а те, кто хотят связать свою жизнь с футболом и тренировать, конечно, конкуренции огромные. И в этом отношении там как-то пробиться не так уж и просто. Тем более, ну сколько тренеров, которые за последние 10 лет, там, образно говоря, 10 лет тренировали клубы премьер-лиги, ну не так уж и много. Если за 10 лет в премьер-лиге играли там тысячи футболистов, то тренеров, наверное, десятки, даже мы сотни, наверное, не наберем. В одном из интервью Сергей Семак сказал, дети – мое призвание. И он знал, о чем говорил, ведь у него 8 детей. Получается, помимо тренировок со взрослыми профессионалами, он еще и воспитывает собственных детей, что требует, несомненно, и терпения, и своего рода квалификации. Тренерская работа забирает очень много времени. Даже когда ты дома, у тебя голова всегда занята. Кто как себя чувствует, у кого какие проблемы, как играть, что делать, когда получается, когда не получается, что нужно придумать, чтобы оставаться на том же уровне, на который ты забрался. Конечно, погружение в семью, в той степени, в которой хотелось бы, ее нет. Я всегда себя утешал той мыслью, что главный тренер работает год-два, а потом все равно рано или поздно уволят, и можно сосредоточиться на семье какой-то период времени, передохнуть и дальше посмотреть. Хочется тебе дальше работать, тренировать или нет, и насколько ты вообще востребован. К сожалению, к моему, детям приходится больше брать внешнего, того, что они видят, прежде всего, в своем отце. Тот пример личный, который мне хотелось бы им дать, но насколько он окажется хорошим, это мы сможем узнать чуть попозже, когда дети подрастут, и когда они сами могут сказать, что для них самое важное было, и что они запомнят. Одно дело – воспитание детей дома, другое дело – работа с профессионалами, с непослушными детьми в команде. Сложно ли тренеру добиться понимания у тех, у кого давным-давно созрело свое видение? Взрослые – те же большие дети, по сути, которые кажутся более серьезными, но разделить некую такую грань, провести вот это взрослый, вот этот ребенок, и вот это для взрослых, для детей – очень сложно, все индивидуально абсолютно. Нужно понимать именно не эмоциональное состояние, будь то взрослый ребенок, а то, что ты можешь дать, хорошего, полезного, для того, чтобы уйти от каких-то моментов, связанных с какой-то конфронтацией, с какими-то обидами ненужными, и вывести отношения в то русло, которое будет приносить все-таки пользу и радость друг другу. Ну, здесь ты должен высказывать свою позицию и свое мнение, обосновать те или иные решения, которые встречают сопротивление, к примеру, что касается, допустим, игроков, понять и постараться объяснить. Безусловно, не все поймут. Может быть, даже кто-то будет слышать, но не будет слушать тебя, прислушаться к твоему мнению, но у него есть свое мнение. Ну, такой человек, который вот… Все, что он думает правильно, все, что другой человек говорит неправильно. Но высказать нужно, но ждать от того, что кто-то оценит, не нужно. Ты должен делать то, что ты должен. А оценку или там ждать какую-то благодарность, ждать какое-то понимание абсолютно не нужно. Ты должен делать, что ты должен делать. В дальнейшем ты не можешь повлиять на ту ситуацию, которая от тебя уже не зависит. Многие, кто знают Сергея Богдановича поближе, подтвердят. Помимо футбола, с ним можно говорить на какие угодно темы. И несмотря на то, что действительно очень много времени у него уходит на работу, он не ограничивает себя спортивным миром. И можно его увидеть на культурных площадках. Конечно, мне нравится абсолютно. Есть друзья и в сфере балета, и опера. Конечно, с удовольствием могу прийти, хотя времени очень мало. И тот же театр, талантливые люди. С которыми приятно и общаться, и которые приятно смотреть на их труд достаточно сложный. Для меня очень, с точки зрения тренера, тоже интересно. Одно дело, когда ты делаешь какую-то работу механическую. Другое дело, когда ты должен каждый спектакль, к примеру, эмоционально прогонять через себя, и чтобы через 10 лет одних же и тех же повторений, чтобы никто не понял, что это ты делал 10 тысяч раз. Для них это должен быть один или два раза, которые ты видел. И разницы не должно чувствовать. Это моя движущая сила. Но, конечно, это вера. Вера в Бога. И нужно стараться делать все, что ты делаешь, с любовью. Потому что без любви все, что ты не делал, не имеет никакого смысла. То, что Сергей Семак решил таки стать главным тренером, оказалось верным шагом. И это доказывает то, что недавно в Санкт-Петербурге среди болельщиков «Зенита» появился то ли лозунг, то ли кричалка. И звучит он. Семак здесь главный. Согласен ли с этим утверждением сам Сергей Богданович? Это, скорее, показатель того, что ты на своем месте в определенный момент времени. Плюс это возможность каким-то образом привносить что-то хорошее. А что касается всех регалий, то, конечно, это абсолютно, ну, для меня, по крайней мере, не имеет большого значения. Иногда же очень сложно ставить или достигать вершины, потому что не всегда ее можно увидеть. Если ты идешь, ты остановился на определенной точке, к примеру. Эта точка, которая является на сегодняшний день для тебя целью. Например, поднимаются на Эверест, к примеру. Есть определенные базы, где готовятся к последующему марш-броску. А некоторые поднялись, посмотрели, но им хочется подниматься туда снова и снова. Ну, для меня это именно была цель на определенный момент времени. То есть, как я уже говорил, я не связываюсь с тем, что ты что-то выиграл, каких-то больших иллюзий, что ты чего-то добился в жизни. Скорее, нет. В профессиональном плане это точки такие отсечения, которыми ты стремишься. А цели нужно себе ставить для того, чтобы к ним стремиться. Послушание превыше поста и болитвы, как говорят. Поэтому то, к чему и пришел, наверное, через послушание. Но нужно не только дойти, нужно и правильно пользоваться тем, что тебе дано. Спасибо. 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 Спасибо.